Этим утром сразу в нескольких регионах России начались внезапные учения войск. В полную боеготовность по приказу Верховного Главнокомандующего Владимира Путина приведены вооруженные силы Северного Флота, а также отдельные соединения Западного Военного Укруга и ВДВ. За ходом маневров на протяжении недели будет следить глава Минобороны Сергей Шойгу. На прямую связь с нами выходит наш корреспондент Антон Кириллов. Он находится у здания Национального Центра Управления Обороны, куда стягивается вся информация о маневрах. Здравствуйте, Антон. Какие именно боевые задачи поставлены военнослужащим? Здравствуйте. Проверка, как всегда, внезапная. Сегодня ровно в 8 часов министр обороны Сергей Шойгу распечатал конверт, в котором находился приказ президента Российской Федерации и зачитал его перед высшим офицерским составом Генерального штаба. Главная цель проверки – это проверить реальную боевую готовность вооруженных сил Российской Федерации, которые служат в условиях Крайнего Севера, в Северном Ледовитом океане. Будут задействованы все виды техники, но основной уклон будет... В основном в Генеральном штабе будут следить за тем, как будет действовать Северный морской флот. Также будут подняты вертолеты-самолеты в воздух и будут задействованы воздушно-десантные войска. Все учения будут проходить на островах земля Франца и Иосифа. Я предлагаю посмотреть те кадры, которые мы получили из Генерального штаба, когда министр обороны объявлял о начале учений. По поручению Верховного Главного Командующего привлекается личного состава 38 тысяч человек, военной техники 3360 единиц, 41 боевой корабль, 15 подводных лодок, 110 самолетов и вертолетов. Начальнику Генерального штаба прошу довести задачу. Учения пройдут до 21 марта. В течение первых суток будет проверяться временная готовность, насколько быстро могут развернуться военные части и передислоцироваться в те места, где будут проходить сами учения. Дальше будет полномасштабная проверка того, насколько слаженно могут действовать разные рода войск, насколько быстро мы можем подготовиться к внезапной атаке противника, а также справиться с диверсионными группами противника, которые действуют в условиях Крайнего Севера на Северном Ледовитом океане. Все это время в Генеральном штабе будут следить за тем, как выполняются учения, за тем, как проходит проверка. Студия. Спасибо, Антон Кириллов, о масштабных учениях Северного флота и соединений Западного военного округа и ВДВ, которые объявлены этим утром. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!